Сборная Швеции – второй соперник России на Олимпиаде в Токио. За последние годы судьба и жребий регулярно сводят наши команды между собой на всех турнирах. Что же сегодня представляет из себя Трек Ронур и стоит ли ее опасаться всерьез? Давайте разбираться вместе. Золотое время шведской сборной пришлось на период с 2010 по 2014 годы, когда шведки вначале стали серебряными, а затем бронзовыми призерами чемпионата Европы. Что характерно, на тех чемпионатах лучшим игроком турнира признавался игрок не из команды чемпиона, а именно из Швеции. В 2010 году это была левая полусредняя Линна Торстенсон, в 2014 разыгрывающая Изабель Гульден. Вообще Гульден – сильнейшая защитница Швеции последнего десятилетия и настоящий лидер сборной, и главная потеря для нынешнего состава. Изабель прекратила выступление за национальную сборную после чемпионата Европы 2020 года. Наставник, 51-летний Томас Акснер, хорошо известен у себя на родине и как игрок, и как тренер женского клуба «Луги», который он возглавлял на протяжении 8 лет с 2012 года. Дать ума сборной его позвали перед Евро 2020, на котором Швеция заняла худшее для себя 11 место с 2004 года. Однако менять тренера не стали, посетовав на смену поколений и доверив ему строить новую сборную. Составом Олимпийской группы Акснер был по-настоящему ошарашен. Это абсолютно жесткий для нас жривий, однако могло быть еще хуже. У нас нет права на ошибку. Франция и Россия – фавориты все Олимпиады, не только нашей группы. Мы должны брать очки в матчах против Бенгрии, Испании и Бразилии, если хотим выйти в четвертьфинал. Сегодняшним лидером сборной Швеции и ее самым опытным игроком является 31-летняя левая полусредняя Ямина Робертс, которая помнит и серебро 2010-го, и бронзу 2014-го. Для Робертс нынешняя Олимпиада уже третья в карьере. Что такое Олимпийские игры, Ямина знает еще с Лондона 2012, где Швеция выступила неудачно, заняв предпоследнее место. Похоже ли нынешняя Робертс на прошлую Гульден – вопрос спорный. В любом случае, Ямина игрок многоопытный, способный закрыть вопросы в защите. В прошлом сезоне она вернулась в родной Севехов, с которым, правда, не удалось ли воевать чемпионство. Еще один основополагающий игрок нынешней сборной – правый крайне французского нанта Натали Хагман. Кстати, на своей первой и пока единственной Олимпиаде в Рио-де-Жанейро именно Хагман была лучшим бомбардиром шведской сборной и провела на площадке больше всего в игрового времени среди всех своих коллег. Нынешний сезон удался Хагман особенно. Вместе со своим нантом она наделала шороху в Лиге Европы, выиграв первый в истории трофей. Сама Хагман стала лучшим бомбардиром финала четырех, забросив в ворота румынского Байамары и венгерского Шеофока 18 мячей. Третья надежда Швеции – хорошо известная в России линейная Анна Лагерквист, игрок Ростов-Дона. Анна уже дважды за последние три года признавалась лучшей гандболисткой Швеции в 2019 и 2021 годах. Ее мощная и умная игра в линии отмечается всеми специалистами мирового гандбола. Иметь Лагерквист отличного командного игрока в своем составе хотят лучшие клубы Европы. Последний этап подготовки Лагерквист тренировалась самостоятельно из-за перелома руки, пропустив 7 недель. Однако все же попала в окончательный список игроков, отправляющихся в Японию. Заключительный этап подготовки для сборной Швеции прошел в Нидерландах, где команда провела два товарищеских матча с хозяйками турнира и со сборной России. К удивлению многих, шведки одержали победы и над действующими чемпионками мира, и над действующими олимпийскими чемпионками, заставив специалистов гадать, так ли сильно Швеция или это Нидерланды с Россией не стали выкладывать все свои козыри. Сборная Швеции уже находится в стране восходящего солнца, прибыв туда 15 июля. 20 июля в Фукуоке, где будет базироваться Швеция до отъезда в Токио, команда проведет спарринг с Норвегией. Это будет заключительная встреча перед стартом на Олимпийских играх. В первой игре турнира 25 июля Швеция сыграет с Испанией, с которой, кстати, боролась в квалификационном турнире за эту самую путевку. Тогда европейские сборные разделили очки, сыграв в ничью 28-28, а путевки в Токио завоевали благодаря победам над Аргентиной. Что касается взаимоотношений Швеции и России на официальном спортивном уровне, то всего с 1993 года наши сборные встречались 12 раз. При этом в 9 случаях победу одерживала сборная России, в том числе и на двух олимпиадах. В Пекине 2008-28-24 и в Рио 2016-36-34. Кстати, для попадания в Бразилию россиянки спорили со шведками в квалификационном турнире с Мексикой и Польшей. Те матчи в марте 2016 года прошли в гостеприимной Астрахани и стали началом большого пути сборной Евгения Трифилова к олимпийской вершине. В Астрахани, кстати, Россия также оказалась сильнее 37-29. А последнее за 25 лет поражения от Швеции в официальных, не товарищеских матчах Россия потерпела в 2018 году во Франции на чемпионате Европы. Но та игра для нашей сборной не несла стратегических задач и все сразу пошло как-то не так, а завершилось почти разгромом 30-39. В отличие от мужской сборной, являющейся мировым законодательным мод в гандболе, шведские дамы в мировом гандболе скорее середняки. Да и в самой Швеции от своей женской сборной не ждут особых сюрпризов, понимая, что есть соперники посильнее. Хорошим результатом для Швеции станет хотя бы попадание в четвертьфинал, куда из ее группы жаждают попасть в каждой из шести сборных. Но на что способны представительницы с родины Карлсона узнаем уже совсем скоро.